Рано или поздно вопрос о собственном жилье встает у каждого из нас, и ипотека кажется настоящим спасением. Лучше буду платить банку, чем отдавать свои кровные какому-то дяде, думаете вы, подписывая кредитный договор. К сожалению, в жизни случается всякое – болезни, потери работы и другие факторы, которые отрицательно сказываются на платежеспособности гражданина. Долг не выплачен, недвижимость в залоге. Что же делать? Поможет ли процедура банкротства гражданина избавиться от долгов по ипотеке без потери имущества? Меня зовут Евгения Лунева, и в этом ролике мы разберем данный вопрос. Возможность освободиться от долгов появилась еще в 2015 году. Все дела по банкротству рассматривает только арбитражный суд. Именно суд на последнем заседании принимает решение об освобождении гражданина от кредитных обязательств. Что происходит с имуществом в процедуре банкротства, мои коллеги рассказывали в предыдущих видеороликах. Если резюмировать, то имущество выставляется на торги. Но не все, а только то, что не попадает под статью 446 Гражданского процессуального кодекса. В данной статье закона в том числе говорится и о единственном жилье, которое неприкасаемо. Но только если оно не в залоге, то есть не в ипотеке. Таким образом, да. К сожалению, ипотечную квартиру или дом в процедуре банкротства заберут и продадут на торгах. Конечно, есть шанс того, что если банк не включится в реестры требований кредиторов в процедуре банкротства, то недвижимость останется у вас и не будет подлежать реализации. Вероятность невелика, но она все-таки существует. Хотели бы вы рискнуть или нет, решать только вам. В любом случае, не стоит надеяться на русский авось, не платя по кредиту. Пуская все на самотек, вы рискуете остаться без жилья и с частью непогашенного долга. Что я имею в виду? Вы, например, решили не идти на процедуру банкротства и просто махнули на все рукой и не платите по ипотечному кредиту. В этом случае кредитор, банк, подает на вас в суд и начинает продавать залоговое имущество. Скорее всего, по существенно заниженной цене, чтобы быстрее получить денежные средства. Доход от продажи не покрывает всю задолженность по кредиту и остаток повесят на вас. То есть вы останетесь и без жилья, и с задолженностью по кредиту. Поэтому, если у вас возникли проблемы с оплатой ипотеки, не ждите у моря погоды. Обратитесь за консультацией к специалистам по банкротству. Именно в процедуре банкротства при реализации ипотечного залогового имущества все долги списываются. Несмотря на то, по какой стоимости были проданы квартира либо дом. Теперь поговорим о том, как же происходит реализация ипотечной квартиры. Залоговая квартира реализуется на торгах. Предварительно происходит оценка недвижимости, выставляется начальная цена лота и назначаются электронные торги. Согласно закону, доход от реализации залогового имущества в процедуре банкротства распределяется следующим образом. 7% получит финансовый управляющий, 80% получит залоговый кредитор. Остальные средства идут на погашение долгов других кредиторов. Если квартира не была продана, банк может оставить ее себе. Но вероятность такого развития событий ничтожно мала. Стоит отметить, материнский капитал, вложенный в покупку квартиры, прописка несовершеннолетних детей, количество прожитых лет не уберегут залоговое имущество от реализации. Это касается и военной ипотеки. Ведь пока вы находитесь на военной службе, все расходы несет государство. После отставки время непосильных платежей ложится на ваши плечи, и последствия их неоплаты будут теми же. Бывают также ситуации, когда один из супругов идет на банкротство, а на другом оформлено ипотечное жилье. В таком случае, если у супруга, который идет на банкротство, второй супруг является созаемщиком или поручителем в договоре, то данное жилье будет подлежать реализации. Другими словами, банк теряет гаранта выплаты по кредиту, то есть гражданина, признанного банкротом, и имеет право выставить полностью сумму к погашению. И если данную сумму не погасят в определенный срок, обычно это за три месяца, то банк жилье реализует. При этом развод супругов не выход из ситуации. Если банк не одобрит соглашение о разделе имущества при разводе, то квартира будет продана на торгах, как только кто-то из супругов подаст на процедуру банкротства. Есть еще один вариант сохранения имущества. Это вывести из поручителей созаемщиков супруга. Если банк согласится, тогда вам необходимо будет найти нового гаранта по выплате кредитных обязательств по ипотеке. Не надейтесь на чудо, не ждите, когда банк подаст на вас суд, чтобы забрать ипотечную квартиру или дом. Это непременно произойдет, если просрочка по оплате ипотеки составит более трех месяцев, а сумма просроченной задолженности составляет больше 5% стоимости залоговой недвижимости. Поэтому, если у вас появились проблемы с выплатой кредитов и займов, копятся долги, обратитесь к специалистам федеральной юридической компании «Дабанкрот». Мы бесплатно проконсультируем вас по всем интересующим вопросам и подскажем, как поступить именно в вашей ситуации с минимальными для вас рисками. Продолжение следует... Продолжение следует...